Здравствуйте, дорогие друзья! Я рекомендую всем, кто приедет в Дрезден, посетить не только Дрезденскую галерею и не только удивляться тому, как отстроен этот практически превращенный в руины во время Второй мировой войны город, как он красив, как он теперь соперничает, как когда-то с Великой Прагой. Ведь были два роскошных города, которые действительно сражались друг с другом за красоту. Это был Дрезден и Прага. Потом Дрезден был разрушен, и долгое время он оставался таким обыкновенным городом. На месте этих зданий построили обычные дома в таком стиле ложного классицизма 50-е и 60-е годы, но в конечном итоге взялись за реконструкцию, за реставрацию этого удивительного города. Так вот, я рекомендую вам посетить в Дрездене старое католическое кладбище, которое находится на улице Фридрихштадт, в районе, который так и называется Фридрихштадт. Это кладбище было основано еще в 1720 году, и основал его курфюрст дрезденский, август сильный. Тогда оно было за городской стеной, и самым первым, кто был похоронен на этом кладбище, был итальянский актер-комедиант Карл Филипп Мольтено. И среди них, например, вы увидите захоронение очень интересной слиры наверху Казимира Бродинского. Это польский писатель, публицист, мыслитель. Он даже когда удрал в Дрезден, ушел в эмиграцию, уехал, он утверждал, что только эмигранты могут спасти Польшу, потому что те, кто там, сделать ничего не смогут. Он сражался с псевдоклассицизмом, пока вот не появился еще великий Адам Мицкевич. Он боролся за романтизм, за уровень образования. Он знакомил свою аудиторию с сочинениями западноевропейских гениев, приобретал известность. Вот когда он вышел в отставку, он поселился в Дрездене и следил за ходом польского восстания. Был уверен, что Польша победит. И когда он обманулся, он стал смотреть на эмиграцию, повторяя, как на единственное средство будущего возрождения. Вот там его удивительная могила с лирой наверху. Но почему я сейчас говорю об этом? Какое отношение к программе, к музыке имеет то, что я перечисляю сейчас за хоронение, рассказываю о старом католическом кладбище? А вот в чем дело. Именно на этом кладбище в 1745 году, 23 декабря умерший, был похоронен человек, который есть герой нашей программы. Если я назову его имя, то оно вам скажет не больше, чем имя Кюгельгена, имя поляка Борзинского. Его звали Ян Дисмос Зеленко. А между тем пришла пора сделать все возможное, чтобы его музыка звучала, чтобы она услаждала слух, чтобы она радовала своей гармонией, своими экспериментами. Его называют Богемским Бахом, но большинство из вас не знает имени Яна Дисмоса Зеленки. Кстати, второе свое имя он поменял. Он был Ян Лукас Зеленко, но уже в более позднем возрасте, в 25 лет, он принял имя Дисмос. И почему Дисмос? Ну, потому что вы знаете, что Дисмос – это было имя благородного разбойника, который был распят вместе с Иисусом, раскаялся. Вот, и Зеленко был настолько глубоким католиком, что он даже включил в свое имя имя Дисмос. Итак, Ян Дисмос Зеленко. Я беру на себя обязанность в будущем много рассказать вам из того, что известно о Яне Дисмосе Зеленке, потому что известно-то очень мало, потому что даже точная дата рождения не существует. Но мы знаем только, что его отец был учителем, органистом, мать была музыкантом, и брат его был органистом, отец и вся семья была очень музыкальной. Мы знаем, что он учился играть на скрипке в Праге, в Иисусском учебном центре, что он играл на контрабасе в польской капелле, в Дрезденской польской капелле Августа Сильного, что он работал в Праге, в Вене, где изучал контрапункт под руководством знаменитого Иоганна Фукса, что он был в Венеции, где учился у Антонио Лотти. Есть даже мысль о том, что он занимался у великого Александра Скарлатти в Неаполе. В общем, большую часть жизни после возвращения из своих поездок он провел в Дрездене, он служил в придворной капелле дирижером, получил звание церковного композитора. Но самое главное, это не детали, сохранившиеся случайно биографии. Самое главное, что его произведения ценили Георг Филипп Телеман и Иоганн Себастьян Бах. Бах даже попросил своего сына Фридемана скопировать одну из кантат Зеленки, потому что для Баха он был абсолютным образцом стиля, красоты и гармонии. Влияние Зеленки на Баха можем утверждать смело. Зеленка родился на шесть лет раньше Баха, и эти шесть лет были существенными. И влияние Зеленки, его стиля в баховской высокой мессе, си минор, в баховских страстях по Матфею, в баховской инструментальной музыке необычайно велико. Сейчас, когда вы будете слушать его музыку, вы удивитесь, насколько он глубок, насколько он прекрасен. Я даже не хочу особенно специально комментировать его музыку, она будет говорить сама за себя. Я только скажу, что два гения барокко, Бах и Зеленка, были теми гениями, у которых не было сплошного мажора, не было экзотики, а у которых была высочайшая, глубочайшая духовность и вера. Эта вера настолько была велика, что перед каждым произведением, как и Бах, Иоанн Дисман Зеленка обращался к Господу Богу и писал, как бы посвящая Господу Богу свои творения. Его музыка действительно обладает невиданной силой. С одной стороны, он, как и Бах, бесконечно глубок, полифоничен, то есть многоголосен. С другой стороны, он совершенно неповторимо индивидуален. И его нежные миноры, его совершенно невероятная свобода гармонического и интеллектуального мышления, его глубокая вера в то, что каждый звук его музыки принадлежит Богу, его невероятная человеческая творческая чистота проявляется моментально, в каждой минуте и в каждой секунде. Сейчас вы услышите капричо. В нем будет несколько частей. Я не хочу даже в данном случае ничего говорить о музыке. Настолько она говорит сама за себя. Капричо для группы духовых инструментов. Начнется все Анданте-Аллегро, то есть спокойная часть и подвижная часть. Вот это Аллегро я готов слушать до бесконечности. Собственно, и Анданте тоже, но в Аллегре есть одна особенность. Там невероятная фуга, потрясающая полифония, равная полифонии Баха. Но, я бы осмелился сказать, чуть более демократичная, что ли. Бах, он настолько служил Богу, настолько ушел в своей музыке от земных проблем, что у него эта музыка часто сосредоточена и обращена туда, в вечность. Зеленко пытается быть все время на земле. Может быть, сказывается его богемское, чешское происхождение. Может быть, сказывается влияние чешских мелодий, и вы сможете услыхать элементы песенности и в его фугах, в его движениях, в его медленных частях. Вот будет потом совершенно потрясающая танцевальная часть Пайсан. А потом Ария. Ну, ничего не хочу сказать. Просто послушайте Туарию. Затем будет Бурре. Ну, вы знаете, Бурре – это танец по хворосту. Это старинный танец, который появился когда-то на юге Франции, когда прыгали по хворосту, чтобы размять его, разбить его в мелкие хворостины. И последняя часть будет два Минуэта. Минуэт один, потом Минуэт два, и, как всегда по традиции, возвращается Минуэт один. Я просто желаю вам сейчас счастливого слушания и напоминаю, что сейчас вы услышите музыку Яна Дисмаса Зеленки, композитора, забытого до середины XX века. Его в Праге открыли, нашли. Но и сегодня, несмотря на все чудеса его творчества, на невероятное достоинство его музыки, которую вы без труда сейчас услышите, я осмелюсь сказать, что он по-прежнему еще не на своем месте. Его имя должно быть там же, где имя Иоганна Сапастиана Баха, Георга Фридриха Генделя, и выше, чем имя остальных всех композиторов барокко. Ну, естественно, влияние Карелли чувствуется. То есть то, что они все работали в одном ключе, в одной упряжке, это так. Но, тем не менее, Ян Дисмас Зеленка совершенно уникален, совершенно один, сам по себе. Второго такого нет. Вам предстоит это услышать, и я рад за вас, потому что вы сейчас это услышите. Итак, капричио для группы духовых в пяти частях. Анданте Аллегра, Пайсан, Ария, Бурре и два минуэта в одном. Итак, внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok